Ну, собачка уходить не хочет, она ещё хочет маслица у нас. Да ты ж моя, ты девочка, тебе тоже надо, чтобы у тебя шерсть блестела. Всем осенний привет с канала Провансалочка. Вы находитесь в Провансе. Меня зовут Алла, и я живу в Провансе, поэтому отсюда мой ник Провансалочка. Друзья мои, посмотрите, какая прекрасная картинка осенняя, и поэтому я понимаю, что мне нужно делать много чего, начинаю делать в саду. Я вам снимаю вот эту всю красоту, чтобы поделиться с вами. И надеюсь, что то, что я вам показываю на своём канале, вам интересно. Вы мне напишите комментарий, поставите лайк, а кто не подписан, тот подпишется. Итак, начинаем мой осенний влог. Мне самой очень нравится замечательный такой осенний дизайн. Что-то я сегодня не на те кнопочки нажимаю на камеру, она мне постоянно останавливается. Вот, красивые-красивые тыквы, слов нет. Поэтому пускай полежат, пока ещё сухо. У меня где-то муж ушёл собирать оливки, я сегодня очень поздно проснулась, ну, очень поздно проснулась. Я вечером вчера переделывала свой гардероб, лето-зима, что-то выбрасывала, уносила вверх, спускала вниз. У меня вверху большой такой шкаф-купе, куда я. У нашего вещи, там он на стуле, птичка какая-то прилетела. Птицы возвращаются, послушайте, летом их вообще не было, они куда-то улетали. Красиво смотрится вот так вот терраса. Правда, у меня там мешок с одеждой, который я вынесла, одежду, обувь. Второй ещё не полностью запомнила, поэтому я его не выносила, так и лежит спальня на полу. Ну, так вот красиво просвечивается. Такая осенняя картинка замечательная, правда же? Хочу, чтобы птички возвращались, я не знаю почему, но мне это греет душу. Я их подкармливаю, я их люблю. Пускай прилетают, мы их здесь ждём. А я сейчас быстренько хочу приготовить. У меня здесь, посмотрите, баклажанчики, которые такие покоцанные все, да? Баклажанчики, перчики, вон уже мошкара эта развелась, вон помидорчики. Я сейчас быстренько забацаю какую-нибудь, ну, овощную рагу, скажем так. И что-нибудь нужно поджарить, какое-нибудь мяско к обеду, вот и всё. Так что, до скорости и чистки. У меня очень-очень запарочка началась, потому что я с этой недели решила, я буду каждый день по чуть-чуть чистить сад после обеда. После обеда вот покушаем и пошла почистила часочек. Иначе я не справлюсь в этом году. Но окраска осени, конечно, замечательная. Так быстро прошёл сегодня день, я ничего не успела, послушайте. Даже забыла, что у меня бельё было выстиранное в машине. Понаяхала родственников, собирают оливки. Приходили сюда, к нам вот сюда на террасу кушать. Я в этом году, так интересно, вас слушайте, так интересно всё это. Я до сих пор, я столько лет с ними живу. Они каждый принесли свой тормозок. Вот то есть брат его, средний, с женой, сестра и сводная сестра с мужем, которые приехали из Гренобля. Тут на пару дней живут у сестры, которая здесь сажает помидоры. А я готовила, я готовила сегодня овощи с телятины, и я не успела, потому что они все тут пришли кушать. Я говорю, вы будете покушать с нами. Нет, нет, у нас всё с собой, такие принесли, тормозки достали, такие салаты, у каждого баркетик с салатом, у кого-то десерт. Кто-то сыр с собой принёс, сыра кусочек отрезал, в сумку спрятал. Благо, что у меня со вчерашнего дня был ещё этот остался гротан из тыквы, это из пагетти. И печень я подогрела быстренько, Марису дала, чтобы он тоже кушал, потому что, ну вот, друзья тут. Вот если бы у нас, наверное, не было чего покушать, то всё, мой бы муж сидел бы, ждал, пока я ему приготовлю это блюдо, никто ничем не поделится. Ну, посидели, я им предложила вина, они, нет, нет, мы тогда не сможем ничего собирать, типа, всё. Ну, и вот они после обеда тут, ну, посидели часик-полтора, покушали, поболтали и ушли. Я доготовила своё блюдо, решила, что я в эти овощи, которые я вам показывала, я добавила три четверти стакана риса. Получилась у меня такая, ну, не знаю, рисовая каша с мясом и с баклажанами, с овощами. Потому что Марис вечером будет голодный, сто процентов, но быстренько он так покушал. Ну, кто-то, этот муж сводной сестры забыл свою бутылку, сейчас я им отнесу и пойду посмотрю, что они там собирают. Вот, я уже говорила в прошлом году, что я не собираю оливки, не собираю я их. Ну, во-первых, потому что я не люблю, во-вторых, что, ну, принципиально не собираю. Посмотрите, как красиво здесь вот эти, как их называют, эти маленькие хризантемки, серебринки, сентябринки, блавандовых таких гущих, красиво, правда же? Вот, я присматриваюсь, я вот-вот-вот-вот-вот, прям вот я на днях начинаю заниматься садом потихоньку, я уже говорила. Сегодня не получилось, но я вам сегодня сняла несколько маленьких видео. Надо будет только обработать и выставить вам, и сад у меня уже, конечно, будет в последнюю очередь, последнюю очередь, потому что сначала я, конечно, буду заниматься пеларгониями. Так, у меня никак не расцветёт в этом году хризантемка, ну, вот она, смотрите, нахризантемилась вся уже, и к 1 ноября должна зацвести, потому что во Франции 1 ноября день, поминальный день. Вот, смотрите, настурция у меня тут ни с того ни с сего зацвела. Вот, пойду я отнесу очистки. Красивый сад получается, терраса, конечно, осенняя вообще обалденная, нравится мне самой, здорово. Понесу очистки курочкам, бутылку забытую, а то ещё вернутся, да? И вот, смотрите, мне уже Марис убрал все горшки с пеларгониями, я показывала туда за дом. Надо будет только почистить террасу, и я начну обрезать вот этот вот уголок, то есть надо мне тут розы упорядкивать, чтобы заросло всё, как в джунглях. Так, смотрите, какие яркие очистки. Может, не знаю, будут ли их курочки есть, они такие достаточно жёсткие. Пойдём, пойдём. Сходим, посмотрим, что они там насобирали. Вот, смотрите, юбка, да? И мне сейчас пришёл комментарий, одна женщина написала, похоже, посмотрела моё видео про юбку, и пишет, что ей подарили юбку в ведре. И она у неё уже и цвела, и маленькие отросточки пошли, и она живёт в Сибири. И будет заносить её, естественно, домой. А вот они здесь все запарковались, я поэтому и не видела. И смотрите уже, сколько они оливков насобирали, сейчас вам покажу. О, молодцы! Вот, молодцы! Ничего не скажешь. Так, ну сколько их? Два, четыре, шесть. Их шесть человек собирало сегодня. Смотрите, оливки какие. Ну, они мелкие в этом году, конечно. Но они их, похоже, собирают на сетку. Сейчас пойдём посмотрим, как они их собирают. Здесь вот вообще мелочь. Чёрно-зелёные. Какие-то немножко они влажные, что ли. Так вот, про эту юку. Она её будет заносить домой, и она спрашивает. Ну, вот так вот, что с ней делать, с этими отростками. Не знаю, я пыталась отращивать несколько раз, отсаживать отростки от нашей юки, а ни одна не взялась. Ой, а что за крик тут такой? Чего все кричат? Потому что собака здесь вот так вот закрыл мой муж собаку за сеткой. Она бедное сидела до двенадцати ночи и даже не гавкала. Может, от этого я вам сейчас выйду. Как я вас ловить тогда буду? Мы будем брать, с восемнадцатого часа приедет этот дяденька, что у которых мы курочек покупаем. Мы ещё будем брать четыре курочки. Так что, кто тут рядышком со мной живёт, можете заказывать. Идите сюда, вон я вам, смотрите. Идите сюда, идите. Идите, смотрите. Ну, те будете вывезти. Ну, давайте. Ну, корки жёсткие, конечно. Но там чуть-чуть есть мякоть. Ну, яркое такое всё. Ешьте уже. Ну, так у них вон тыка, эти сколько ещё кабачков. Тоже ему рубят. Вешьте, вешьте. Сейчас я поставлю тарелочку. Не хочу, чтобы курочки трогали мою тарелочку. Вот сюда поставлю. Там меня они быстренько туда накакают. Пойдём посмотрим, что там собирается всё. Ешьте, вёшьте, вёшьте, вёшьте. Вот наши красавицы. Ну, мы, наверное, этот раз будем брать белых курей. Не знаю, сегодня Марис... Собирал сегодня Марису яйца или нет. Сейчас пойдём посмотрим. Да, наверное, собрал. Потому что... А, ну, вон там, вон, одно яйцо лежит, смотрите. А, вот ещё есть два яйца, смотрите. Три яйчика. Раскопали они соломы. Тут Марис ему ложил, клал эту такую загородку, чтобы они не лазили. Я говорю, да оставьте уже этих курей, пускай копается. Ну, так он был прав, они всё раскопали. Ну, вот такой вот у нас шикарный курятник. Вот такой у нас вид из курятника. Если хотите. Сейчас всё позеленело, всё хорошо. Он там рожей живёт. Ну, а здесь эти собирают. Вон, видите, вон. Собирают. Ку-ку! Миги, киска чуфеля, ба? Пойдёмте посмотрим. Собирают, собирают, собирают. Вы о blessed нам arc вами, пожалуйста? Нет, нет, это неylene. Вон? Правда, да. Вон она с пушкой, да, они небольшим. Да, Blut, да. Мы сюда. Это, может быть, в кино. Пенсовка колёвка. Вон она с постройками. В EA- Dunkey. Смотрите, какие тут заросли этих деревьев, вон ещё ведра, ведра, ну молодцы, послушайте, много нас собирали, вот эти вот бутылки валяются, видите, это там вот туда закладывают раз же сардины, и подвешивают, видите, вот такая вот сетка, вот на эту сетку они загребают такими грабличками, но уже сейчас они собрали всё, и там Николь наша, вот эта вот сводная сестра, у которой русская невестка. Alors, Николь, са то плеер массе дезолива? Я спросила их больше в этом году или меньше, он в год меньше. Этот пошёл с палкой, говорит, давай заканчивай, говорит, палку взял, пошёл такой за это, за Николью, она остановиться не может. Там видно, одна веточка ещё осталась. Этот говорит, давай заканчивай, потому что завтра ты не поднимешься. Ну да, целый день рукой вверх, знаете, это не просто всё так. И вот смотрите, давайте я вам покажу, вот у нас, видите, единственный виноград, виноградник, который даёт виноград, и вот эта лоза, она пустила сама по себе, её никто здесь не сажал никогда, но раньше вот там вот за сеткой у соседей у них там были виноградники. И видно, эта лоза, она пришла под землёй, потому что мы ездили с моим мужем на такую, как бы, скажем, экскурсию, а перейти в один винный, как она называется, домена, и нам делали экскурсию по виноградникам. Он рассказывал, что виноградные лозады, корни для того, чтобы найти воду, они могут идти там на километры, на десятки километров, представляете? Вот, и вот она растёт, ну, птицы, конечно же, клюют это всё, но мы её не трогаем, только так чуть-чуть чистим. Видите, он уже на сетку даже сюда начинает, куры будут скоро с курятника выходить и так и клевать виноград. А он чёрный, он сладкий, такой достаточно хороший, но всё-таки птички успевают поесть раньше, чем мы. Смотрите, понесли два брата, уливки, прям какой-то семейный подряд, вот это вот, который в фиолетовой копце стоит, это вот эта тётка, ну, мы с ней с одного года, нет, она с 59-го, которую юбилей отмечала, вот она когда в обед приходила, там такая, ну, что ты мне, там, оперативчика найдёшь или что, а на самом деле она психует, что я не собираюсь с ними оливки, я не буду их собирать, ну, Марис собирает и достаточно, ещё чего не хватало, у меня своей работы хватает в саду и в огороде и дома. Так вот, я сейчас пришла их немножко снимать, смотрите, Мишель. И сейчас я пришла с ними немножко поговорить, она прям не может со мной разговаривать её, прям это раздирает, просто раздирает их всех. Главное, что Меги вон довольная. Меги там вывалилась в этих бутылках, послушайте, с этими сардинами, она же, запах-то неприятный, вот она это. Меги, ты моя девочка, ты молодец, ты красная, но ты грязная моя девочка, тебе нужно мыть теперь, вывалилась вся. Что ты там сегодня целый день собирала оливки? Меги. Меги, Меги. Ну я вам потом ещё покажу. Доброе утро, мои друзья. Вы находитесь в Провансе, меня зовут Алла, я живу в Провансе, отсюда название моему канала Провансалочка. Всех приветствую. Сегодня хмурое прованское утро, а у меня, смотрите, стоит коровый ящичек-грош за окном. Это мой муж уже сегодня с утра съездил с братом, отвёз оливки, чтобы выжили оливковое масло из наших оливков. А у меня в доме сейчас пахнет ананас. Я варю варенье из тыквы с ананасом. Ананас консервированный, будет отдельный рецепт на канале. Здесь вот Морис купил французский багет. И так мне заботливо, заботливо, считаю, что его жена совсем не толстая. Привёз круассан, мерси-шери. Я сейчас буду есть свою кашу с тыквой, с булгуром. Рецепт тоже уже есть на канале. Это очень вкусно на самом деле. Сделайте для себя открытие, если вы ещё не пробовали булгур вообще в принципе. И тем более с тыквой. Вот, в прошлый раз я ела без молока. Сегодня мне захотелось с добавлением молочка. Молоко, правда, обезжиренное, поэтому я не знаю, какой вкус будет у моей каши. Я уже на тысячах выпила полстаканчика чая, грибного, чайного гриба. И сейчас приняла свои ябады. И сейчас буду есть эту кашку. И потом я выпью кофе, может быть, с кусочком круассана. Ну, а что будет сегодня дальше, вы увидите в очередном влоге. Так что ждите, ждите, и я вам что-нибудь покажу. Утро доброе, друзья мои. Очень удивляет, но что принесли, каждый сам съел. Никто между собой не делится. Но вот я им такой вот сейчас подстрою им такую вот пакость. Пожарю овощи и предложу попробовать. Шутки шутками, но в каждой шутке есть правда. А можно я сейчас запекаю, посмотрите, маленького цыпленочка на подушке из овощей и картошечку. Вот там картошечку целенькую. Я ее полила маслом оливковым, подложила туда веточку розмарина, посыпала травами прованса и чуть-чуть оливкового масла. Так что вот такой вот у нас сегодня будет обед. Смотрите, какая красотень. Я только что перевернула картошечку в другом, но не снимала уже. А сейчас вот этих вот цыпленочков я тоже переверну, чтобы были розовенькие. Пью по утрам свой гентарный чайный гриб. Посмотрите, какой красивый. Пью натощак. Вы знаете, вот это вот уже у меня третья или четвертая попытка. Он уже такой меньше сладкий. И посмотрите, какая красота. Вот такая утренняя картинка. Хотя утро. 11 часов утра. Но видите, сейчас утро уже теперь уже позднее. Посмотрите, красиво на солнце. У нас еще осень не окрашивает. Нет еще красок осени, как вот моя хорошая знакомая присылает фотографии из Чехии, из Праги. Там вообще все уже желто-красное. Такая красота. Там даже у нас, видите, у нас даже нет солнца под тоннелем. Вот мы с мужем скоро будем уже искать местечко, пообедать в обед. Здесь у нас теперь тоже тень большая от этой шелковицы. Но скоро мы ее будем обрезать. Потому что еще вот неделька-две у нас вообще не будет солнца на террасе. Потому что солнце переместилось. Мы сейчас еще поменяем время, вот где-то в конце октября. То есть отвезем часы назад. У нас будет два часа разницы с Москвой. И, конечно же, как бы ни было, хотя у нас еще солнечные красивые дни. Даже кое-что цветет, посмотрите. Все равно уже в Провансе прохладно. Ну, вот так я нарезала овощи в этот раз. Баклажаны белые еще у меня, он синенький. Синих больше нет, баклажанов. Они как-то ушли в этом году раньше. Было очень-очень много. Причем у меня их было два, даже три вида. И вот как-то черные намного, а белые еще даже есть в саду. Надо мне сходить посмотреть немножко. Потому что ночи становятся холодными. И, естественно, что... А, овощи-то южные. Вот, помидоры тоже много отходов от помидоров. То есть они все уже покусаны, где улитка заточилась, где какой-то червячок полакомился. Я, по-моему, гусениц в этом году нашла в самих помидорах. Но вообще у нас это как бы впервые. Я раньше не замечала. Ну вот, дорогие мои, это вот уже последнее такое, знаете, уже дары природы. Все-таки как бы мы тут не хорохорились. Прованс провансом, а ночью уже прохладно. Вот сегодня, допустим, очень-очень прохладное утро. Я вот дома копаюсь тут, готовлю кушать. Но на самом деле не так-то жарко. Через окошко все красиво. И у нас сразу резко начинает холодать в доме. То есть дом этот хорош летом, когда жара. То есть толстые стены старинного дома хранят прохладу. А вот зимой у нас, конечно, здесь прохладно. Все, маслицем полила. Духовка разогрета на улице. А мне за этими съемками, послушайте, готовкой некогда даже позавтракать. Я еще не завтракала. Гриб чай не выпила на голодный желудок. О, даже не приняла свои эти бады. Акурий хрящий коллаген. Сейчас приму. И смотрите, это у меня получился, девчонки. Я, конечно, буду выставлять отдельно видео. Ну, такой получился у меня большой сырник. Ну, вместо сыра у меня маскарпоне. И вместо муки у меня миндальная мука. И сверху это вот такая стружка такого миндаля. Девчонки, это очень, на самом деле, вкусно. Я еще раз карамелью кушала. У меня карамель готовая в бутылке. Вот. И вот с этим вареньем тоже. Вот ложечку варенья брала. Ой, послушайте, ну, очень-очень вкусно получилось. Даже Марису понравилось. Хотя, он, знаете, я ему как-то делала запеканку. Покупала творог в этом, в русском магазине. И он не стал есть. А это ел. Ну, вот. Сейчас, может быть, чайку себе все-таки налью и позавтракаю. Чуть не забыла вам показать. Вот у меня такое варенье получилось. Это варенье из тыквы, потимарон и ананаса консервировано. У меня получилось вот столько. Посмотрите, вот две баночки. Тут, наверное, не знаю, сколько 300. 300 миллилитров одна баночка. Чуть побольше. И вчера две баночки. Чуть-чуть поменьше этих. Я отдала его сводной сестре, сводной сестре мужа. И брату, который живет рядышком с нами. Пускай полакомится. Не показываю. Смотрите, какой он. Просто янтарный этот конфитюр. Он, конечно, очень красивый. Я сейчас попробую выйти на улицу и сделать фотографии. Посмотрите, как классно получилось с этими тыковками. Ой, здорово-здорово. Кружусь, кружусь вокруг этих тыков, вокруг моей гортензии. Пока это все есть, нужно пользоваться моментом, потому что такая красота у нас не всегда рядом. Это все временно. Доброе утро, друзья. Вы находитесь в Провансе. Меня зовут Алла. Я живу в Провансе. Отсюда и название моему каналу Провансалочка. Посмотрите, что у нас сегодня с утра. А с утра у нас, можно сказать, на завтрак оливковое масло. Это оливковое масло первого отжима, который в этом году, вот сейчас, вот только что муж приехал с медницы, где делают оливковое масло из оливок. Они собирали два дня со своими сестрами-братьями оливки. У нас здесь небольшая роща оливковая. Она принадлежит семье. Просто находится рядом с нами. И вот смотрите, какое зеленое. Вот нет солнца. Вот в этом году, видите, какое оно зеленое масло. Но оно потом превратится вот в такое янтарное. Потому что вот оно выжато. Вот еще часа не прошло, как его выжили. Вот в таких бидонах разливают. И меня кто-то спрашивал, как оно хранится, масло. Оно вот точно так же и хранится, так как у нас здесь нет больших заморозков. Оно у нас хранится в подсобных помещениях. Вот там вот в спальне у Мэгги. Там вот есть дверка, да, кто знает мой канал. Вот храним мы его на полу, на цементной стяжке. И с ним ничего не делается. Разливаем в бутылки для того, чтобы им пользоваться. То есть вот это вот масло, которое выжато из оливков, именно с оливков нашей рощи. То есть здесь нет других оливков. Здесь нет людей, которые сдают там по ведру, по два, по три. Привозят они на оливковую мельницу. Их записывают по именам, говоря, сколько там килограмм получилось. И потом в конце сезона, где-то в декабре месяце, они начинают эти кооперативы сжать масло из собранных оливков. И потом они звонят или там отсылают сообщения людям, которые привозили свои оливки, чтобы они приезжали забирать там такое-то количество масла. Выжать масло, это, конечно, стоит денег. Я забыла сейчас вот у мужа спросить, сколько. В прошлом году это было около пяти евро литр. Вот, значит, смотрите, в этом году собрали около пятьсот с лишним килограмм оливков. Это ровно, даже нет, четыреста, по-моему, четыреста двадцать пять. В прошлом году было почти тонну они собрали у нас. То есть в этом году не оливковый год. И получилось в каждой семье, то есть вот был его брат, вот наш брат, который здесь живет рядом, значит, мы, сестра его, которая здесь вот помидор сажает, и еще средний брат, который приезжал с семьей, здесь живут недалеко, и еще шестая семья как бы спускалась, приезжали из Гренобля в этом году, помогали собирать. То есть вот каждая семья, шесть семей получили по двенадцать литров масла, то есть пополам поделили. Значит, получилось семьдесят два килограмма, по-моему, да? Семьдесят два литра. Вот так, шесть на двенадцать, шестьдесят, да, семьдесят два литра масла получилось. И он сказал, что за литр масла, когда они привезли позавчера первую парцию на отжим, он сыпал там в карбей в один, и сказал, что я подожду, пока вы дособираетесь, чтобы все выжать вам одним махом. Как говорится, чтобы не мазать машинку. И он сказал, что это будет восемь с лишним килограмм оливков за литр. И сегодня вышло у них семь, по-моему, четыреста пятьдесят там граммов. То есть он когда отжимал, он засыпал количество оливок, машина показала, он начал отжимать, вылилось масло, и получилось потом среднее. Короче, вот получилось семь с чем-то килограмм на один литр масла, и он говорит, что оливкость нашей рощи еще были не так повреждены в этом году и более масляные, чем люди, которые привозят, ну, с других мест. У нас же здесь вокруг оливковые рощи. Ну, вот такая вот история в этом году с маслом. Потом оно становится вот таким вот, посмотрите, янтарным, прозрачным. Масло очень у нас вкусное, то есть муж дает детям, я своей дочке бутылочку одну вожу, ну, и мы им питаемся, и я на нем готовлю. Вот такие вот, друзья, дела, вот такая маленькая история про масло. У меня есть видео, я не знаю, если я его найду, я вам ссылочку поставлю. У меня где-то во влогах в прошлом году мы возили свои личные оливки, потому что Марис еще будет собирать здесь на гольфовых полях. Так у него договор. И мы потом повезем уже как бы оливки лично для себя отжимать на другую мельницу. И вот там дядечка мне разрешил все снимать. И я там все снимала. И если в этом году у нас будет то же самое, я поеду, сниму вам заново, как это делается. И это, конечно, магия. И пахнет это все оливковым маслом, все там в масле такое. Короче, масло масляное. Все, мои друзья, первая часть видео записана. Всем доброго дня. А сейчас я попробую это масло на вкус. Буквально тут одну капуличку, слушайте, вот так вот, столечко, смотрите. Видите, какое оно? Оно прям такое золотистое. Вот оно настоящего оливкового цвета, когда оно свежее. Мне муж купил уже багет свежий. И сейчас я помакну, я вот сейчас... А, вам ничего тут не видно, смотрите. Я сейчас налью немножечко масла в мою эту масленочку для дома. Ой, оно прям, послушайте, оно прям на такое зелененькое льется. Это масло может оказаться достаточно сильным. Для тех, кто вообще никогда не кушал масло оливковое, я положила годы на то, чтобы вообще понять вкус оливкового масла. И правда, что вот у меня муж ест намного больше, конечно же, масла. Он просто его наливает в свои салаты. Это полезно, говорят, для здоровья. Но я много использую масло орехового, грецкого ореха. Всякие разные маслицы, которые мне больше напоминают наше растительное, подсолнечное, к которому я привыкла с детства. Ну, а сейчас вот я попробую. Ой, девчонки, это вкусно. Ммм, это вкусно. Вот такое утро у провансалочки начинается с оливкового масла, представляете? Я вот сейчас туда хлебушек макаю, и мне очень понравилось масло, когда мы с Надюшкой были в Эзе на каникулах. Помните, мы там сидели, нам принесли прям бутылочки с маслом, оливковым, с разными наполнителями. И нам очень понравилось с лимончиком. Сейчас я прям попробую. Ммм, прям вообще вкусно-вкусно. Представьте, я сегодня ничего не ела. Проснулась поздно, вчера был прямой эфир, пока я там его настроила, потом пока я все там заполнила, как говорится, всю анкету. Смотрите, какая вкусняшка. Ммм, вкусно-вкусно. Доброго утра всем и доброго здоровья. Мерси чери. Эли ты тхэ бонна. Тхэ бонна. Да. Короче, мы можем почти вот, если что, и выпить за здоровье. До встречи. Посмотрите, кто ко мне пришел. Тоже хочет маслица. Я говорю, подожди, сейчас я тебе дам. Так, ну смотрите, сейчас я буду собаке своей тоже давать пробовать масло оливковое. Понравится ли ей? Ну, здесь же у меня остаточка с лимончиком. Но ей нравится все, походу, делать. Вкусно тебе будет сейчас? Ммм, как это вкусно. Вот так вот мы и живем, представляете. Ну, это наша жизнь. Жизнь пенсионеров. Ну, собачка уходить не хочет. Она еще хочет маслица у нас. Да, ты ж моя девочка. Тебе тоже надо, чтобы у тебя шерсть блестела. Тебе тоже омега-3 нужно. Ты же у нас наша девочка. Ты же наша такая, член семьи нашей. Вот такие дела, вот такие дела. А сейчас я вам еще что-то покажу. Ням-ням. Все, хватит маслица, хватит. Девчонки, послушайте, у нас уже садится солнце. Но я вот тут вот после прямого эфира начинаю собирать вещи. И, слушайте, прохожу мимо бургманси. Смотрите, сколько бутонов. Как никогда. Я нашла удобрение жидкое для пеларгонии. Я сейчас его полила, но у меня такого никогда. А посмотрите, что там творится. Ну, вы понимаете, что это очень поздно. У нас все, у нас холодные ночи уже. Смотрите, что делается. Посмотрите, не было тогда никакого. Она мне в этом году весной не цвела. Вот когда ей нужно было, она что-то сидела, сидела. Все ей было не так. А теперь посмотрите, что. Везде, вот на каждой веточке. Гляньте на это. Вот бы она мне все сейчас взяла, открылась в один момент. Отцвело бы. Я бы это все подрезала чуть-чуть. И мы вот будем заносить вон туда в угол. Вот туда вот к Меге в спальне. Вон туда она у меня стоит в уголке. Вон стул убираем вон оттуда. И вот она стоит, там у нее есть окошко. Ну, не знаю я. Я уже хотела с ней в этом году расставаться. Потому что, ну, очень трудно ей вот в этом горшке. А больше горшок мы не можем себе позволить. Потому что, ну, мы его просто потом не поднимем. Не перенесем. А на зиму оставить не могу. Она замерзает. У нее толерантность, по-моему, 0 градусов. Ой, ну как жалко. Вы представляете? У нее вообще такого никогда не было. Прям ветка. А вот здесь сколько их. Вот это я понимаю. Вот если бы оно мне вот так зацвело. Все. А красивые какие там, смотрите, с этими загогулиночками прямо. Ой, красавицы мои. Нет. Послушайте, что-то я в этом году со своим коленом настолько уставшая. Как-то ничего не делается. А сейчас вот начала убирать пеларгонии, потихоньку резать. Прямо у меня как что-то вот захотелось. И вот здесь, смотрите, клематис. Вот он у меня в том году вот так вот весь пожелтел, засох. Я его чеканула там добро. Он успел нарасти за лето. Но цвел плохо. Ну что я в этом году опять этот сухостой буду убирать? Что это? Буду убирать, потому что если пойдет, значит пойдет. Вот здесь у меня, видите, у меня роза молодая. Так, как же ее? Ой, выскочила с головы. Вот, смотрите, этикетка. Я еще в перчатках, не знаю, получится. А, сезар, господи. Вот я этого сезарушку, я его разложу по этой арочке. Потому что она в итоге, ну, это мощная роза. Она хорошо уже цвела в этом году на нескольких веточках. Дай бог пойдет. И, конечно, послушайте, у меня здесь столько работы. Мне здесь нужно пахать и пахать в этом саду. А у меня конь не валялся. Вот, поэтому солнышко садится. Мне нужно срочно. Я сейчас пойду, прям посмотрю, что у меня там в теплице. Прям там чуть-чуть подмету. И занесу эти пеларгонии, которые только что обработала. Обрезала, потому что, ну, если пойдут дожди, то очень плохо. Вот уже на обрезанные пеларгонии, на черенкованные. Очень и очень плохо. Если будет идти несколько дней дождь, потому что они загниют просто. Поэтому их нужно как раз-таки предохранить от воды. Вот этот мешок землей сейчас мужа попрошу, чтобы убрал, если завтра дождь. И смотрите, сколько у меня тут леса пеларгонии. Гляньте, королев, сколько у меня тут. Обалдеть. Короче, работы. Мама не горюй. Ну, всю неделю обещают дожди. Причем, смотрите, там он стрижет траву, ходит. Тоже молодец такой. Я тут снимаю. Очень много работы. Все, пошла снимать белье. И пойду. Видите, как травка зазеленела. И пойду сейчас чуть-чуть хотя бы посмотрю, что у меня теплица. Но в любом случае, если даже я сегодня уже ее убирать не буду, а мне некогда, я просто занесу сюда эти пеларгонии. Ну, там столько паутины. Там Мариса нашел три гнезда ОС. И теплица очень-очень старая. Он мне ее сам строил много лет назад. Да уж, наверное, 8-9 лет. Но, тем не менее, она нам сервис оказывает. Базилик у меня пропадает. Я с ним так ничего не сделала. Ну, что сделаешь? Ну, вот такая вот я хозяйка в этом году. Щевелек он у меня сидит. Бархатцем он, наконец-то, на зиму глядя. Субтитры сделал DimaTorzok